Разберем основанное на критерии Гаусса доказательство квадратичного закона взаимности, которое придумал Фрабениус. Оно одно из самых простых. Оно звучит тем, что если один раз его выслушали, то уже, что называется, не перепутайте. Сразу после этого я расскажу в высшей степени простое, намного более простое, чем доказательство Фрабениуса, доказательство золотарева. Оно будет во много раз короче, чем доказательство Фрабениуса. Но, с другой стороны, просто надо привыкнуть к квадратичному хозяйству, и поэтому полезно, как всегда, знать несколько доказательств для того, чтобы все-таки в голове осталось хотя бы что-нибудь. Поехали. Во-первых, что мы делаем? Я сейчас сначала поговорю о символе ППК. Напишу формулу в точном соответствии с критерием Гаусса, который вычисляет символ ППК. Потом, естественно, точно так же я напишу КПП, ну и потом перевожу. Что надо сделать, чтобы вычислить ППК? Надо написать числа от 1 до куба минус 1 пополам. Отлично. Отлично. Давайте мы такое число будем обозначать буквой Х. Вот у нас есть число, любое число от 1 до куба минус 1 пополам. Дальше. Гаусс нам говорит, надо каждое из них умножить на П. Не проблема. Надо написать ПХ. А вот дальше надо посмотреть, остаток от числа ПХ на куб будет лежать от 1 до куба минус 1 пополам, или же этот остаток будет наоборот больше, чем куб пополам. А как это записать формул? Что значит, что мы попали между числом куб и числом куб полам? Вот прямо так, разумеется, записать нельзя. Потому что остаток. Ну, замечательно. Значит, нужно написать, что у нас есть такое Y. Есть такое число, целое число Y, что ПХ меньше, чем куб плюс ку, но больше, чем куб пополам плюс ку. Это понятно? Дело в том, что это главное. Все остальное, это уже ерунда, все быстро, все понятно. Важно понять вот это, что вот те самые знаки, минусики, которые у Гаусса, в точности соответствуют тому, что у такой системы неравенств есть решение в целых числах X и Y. Пока на число Y у нас вообще никаких условий. Это какое-то целое число, которое возникает, когда делишь ПХ за старт на даку. Теперь давайте перепишем это чуть более симпатичным образом. Потому что, если честно, мне это просто откровенно не нравится. Разрешите мне, пожалуйста, написать здесь не Q плюс QY, а здесь написать и Z. Я вывожу новую букву. Z это Y плюс один тайм. А тогда здесь будет QZ минус Q2. Вот так будет лучше. Теперь на чистой доске я пишу уже в достаточно симметричном виде формулу. ПХ минус QZ. Хотя, когда на плоскости всегда приятнее рисовать оси X и Y. Слушайте, давайте я опять напишу Y. Но Y это уже то самое Z. Значит, это меньше нуля. И больше, чем минус Q пополам. Не сразу, но я пришел в такой формулу. Верно? Их при этом больше нуля, меньше, чем минус Q пополам. И теперь обратите, пожалуйста, внимание. А вообще-то Y безусловно будет удовлетворять тоже эти неравинства. Смотрите, у нас число Y не может быть отрицательным. Потому что если Y отрицательное, то вот эта штука будет положительная. И так вот не получится. И Y не может быть уж слишком большим. Объясняю, почему. QY переносите сюда. Получается, что QY меньше, чем PX плюс Q пополам. То есть Y меньше, чем, так, X у нас меньше, чем Q пополам. Меньше, чем P умножить на Q пополам плюс Q пополам. Все это делить на Q. Значит, Y меньше, чем P плюс 1 пополам. Ну, P нечетное число, поэтому Y меньше, чем P пополам. Замечательно. Значит, у нас неравенство достаточно симметричное. Ну, формально говоря, я это могу не говорить, но все-таки важно, чтобы вы понимали. Речь идет о множестве решений вот таких двух неравенств, системных двух неравенств, где на X и на Y довольно понятное ограничение. X от нуля до P пополам, Y от нуля до P пополам. Внимание. Количество таких штук, таких, это количество вот таких точек целых, точнее, четкость этого количества, как раз определяет, чему равен символ P пополам. Отлично. То есть надо минус-минецу возвести в степень количества таких точек целых. Это был у меня символ P пополам. А теперь уже разрешаем доказательство крайне просто. Разумеется, надо выписать ровно то же самое для Q. Я везде меняю X на Y и P на Q. То есть здесь будет Q и Y минус PX. Ноль меньше, чем X, меньше, чем Q. Это осталось, потому что я и X поменял Y. И для Y то же самое. Посмотрите, что теперь поменялось. Отлично. Осталось чуть-чуть. Может ли Q и Y равняться по X? Нет, конечно. Потому что у меня X и Y маленькие, и поэтому Y нам бы делиться не может, но и Q нам бы тоже не делится. Поэтому здесь я спокойно, ставлю меньше или равна. От этого ничего не изменится при таких ограничениях. И дальше я вот это вот условие запишу следующим образом. PX минус UY поменял знак. Раньше оно было меньше или равно, а ты был больше или равно. И при этом меньше. Хотя здесь можно было не менять, а там все равно ничего там нет, никогда не бывает равно, и меньше, чем P пополам. То есть здесь точки от минус U пополам до нуля, а здесь от нуля до P пополам. Так когда мы перемножим, то на самом деле нас будут интересовать такие пары целых чисел X и Y, что X больше нуля меньше, чем P пополам, и Y больше нуля меньше, чем P пополам, и при этом PX минус QY больше, чем минус Q пополам и меньше, чем P пополам. Пополам, поскольку это совершенно замечательно, то давайте я это выпишу, что-то специальное. Выпишу это нереальности, и вы все поймете, что вы тактичный закон заметите, это уже доказано. Поехали. минус Q пополам меньше, чем P пополам, и меньше, чем P пополам. Значит, 0 меньше X меньше, чем Q пополам, и 0 меньше Y меньше, чем P пополам. Но для того, чтобы понять, что у нас еще сделано, нужно нарисовать картинку. картинка у меня не будет. 8X и Y. И вот надо показать эту область. 0 меньше X, это значит, что X начинается с 1. а самое большое значение для X, это Q минус 1 пополам. Y, то же самое, начинается с 1, а самое большое, это P минус 1 пополам. Речь идет о том, что X, Y это какая-то точка в таком прямоугольнике. с целыми координатами. Вот есть точка 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 помедлено пополам. И так далее. Много-много-много точек. Отлично. А что это? px равно y. Что это такое? Ну, это какая-то прямая. Какая-то прямая. Вот как-то там она проходит. Через начало к 1, 1. Через начало к 1, 1 она, кстати, не проходит. Ну, понимаете, в принципе, если взять не точку, а подняться к 1 пополам, а если взять в точности, по 1, 2 еще отойти, сюда, по половинке, то это прямая, которая соединяет начало координат с этой точкой. Ну, понятно, да? Если в качестве X взять Q пополам, то как раз Y будет как у ку. Ну, не знаю, что-то такое. Какая-то такая ку. Повторяю, она не проходит через точку 1, 1, она не проходит через вот эту точку. Просто какая-то прямая. Что значит меньше, чем P пополам и больше, чем минус U пополам? Это значит, что на самом деле у нас есть что-то такое вот. Ну, правильно. Понятно, да? То есть, когда линейное выражение равно, то получается прямая параллельная вот эта. Замечательно. И нас фактически интересует множество целых точек, расположенных строго внутри вот этой полосы и при этом в прямоугольнике. Отлично. Вот, господа, оказывается, у любого прямоугольника есть центр симметрии. Любой прямоугольник – фигура симметричная. Каким образом искать координаты центра прямоугольника? Ну, очень просто. Надо взять среднее аффентическое чисел 1 и U минус 1 пополам. Давайте сделаем. Это будет Q плюс 1 разделить на 4. Вот здесь такая точка. Q плюс 1 разделить на 4. Ну и, соответственно, здесь будет P плюс 1 разделить на 4. Это середина вот этой подкрызки. Отлично. И я сейчас проверю, что полоса тоже симметрична относительно вот этой самой точки. То есть, когда вы выполняете центральную симметрию относительно точки с координатами U плюс 1 разделить на 4, P плюс 1, делить на 4, то полоса, края полосы меняются местами, а точки внутри полосы разбиваются на пары этой симметрии. Как это проще всего проверить? А давайте первую точку подставим в формулу PX минус QY. Это же легко. Что такое PX? Это P умножить на Q плюс 1 делить на 4. Что такое QY? Это Q умножить на Q плюс 1 делить на 4. Но P минус Q делить на 4. Это среднее арифметическое вот этих чисел. Вот если вы возьмете минус Q разделить на 2 плюс PX делить на 2 делить и пола, то вы получите как раз P минус Q разделить на 4. Все. Центр прямоугольника заодно является центром симметрии полосы. Теперь если этот самый центр является точкой с целыми координатами, то в таком случае точек будет нечетно. число. Если же хотя бы одна координата у него нецелая, тогда точек будет четное число. Значит, для того, чтобы понять, чему же равно произведение P, Q и Q, P, P, мы должны что-то отвечать, спешу, чтобы показать, вот эта штука равна единице если хотя бы одно из чисел, если точка с координатами P, плюс 1, делить на 4, P, плюс 1, делить на 4, не принадлежит целочисленной решетке. и минус единицы если Q, плюс 1, делиться на 4, и P, плюс 1, может делиться на 4. Понятно ли это? Вот если центр является точкой с целыми координатами, то нечетное количество решений. Значит, минус единица. То есть, если Q, плюс 1, делится, и P, плюс 1, делится, то минус единица. Во всех остальных случаях плюс единица. Ну, вообще, что значит Q плюс 1, делится точечник Q, дает остаток 3. P плюс 1, P, дает остаток 3. Это ровно то, что пишут в этой стандартной форме. Минус 1 в степени P минус 1, умножить минус 1 в степени P минус 1 пополам умножить на минус 1 пополам. Почему? Потому что, если число P дает остаток 1, то все, это уже будет четное число, значит, степень равна 1. А вот если они оба дают остаток 3, пределы или 4, в таком случае и здесь будет нечетное число, и здесь будет нечетное число, и все получится. Вот так по обохранению СОН доказывают классический закон заимности. Заметьте, мы просто прямым образом выписывали все по Гауссу. Вот Гаусс сказал, написать числа от 1, где-то примерно среди пополам, все умножить на ку, вот так мы и сделали, просто писали это формулами, и все получилось. Прямое, четкое от 1,